Большое мероприятие накануне Дня Победы организовал детский сад Родничок. По опыту прошлых лет было замечено, что зал садика не способен вместить всех желающих поприсутствовать на концерте. В этом году праздник решили провести в Леневском Доме Культуры. 9 мая наша страна отмечает самый светлый и искренний праздник – День Победы в Великой Отечественной Войне. Мы с гордостью встречаем этот праздник и выражаем огромную благодарность всем тем, кто выстоял в этих страшных испытаниях и одержал победу. В памяти трагических событий в Великой Отечественной Войне, тяготах и лишениях военного детства, наш коллектив подготовил праздничное мероприятие. Дети войны, дети победы, я поздравляю всех с наступающим праздником и желаю всем мирного неба над головой. ПЕСНЯ 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 на ящики, дотягивались до станков, работали по 12 часов. Часто не уходили домой, приходилось спать рядом со станками. На поля, где надо было выращивать хлеб, выходили женщины и дети и трудились с рассвета до темноты. Они могут рассказать, как умирали от голода, как делили небольшой паёк хлеба, как грызли мёрзную картошку, а весной с нетерпением ждали появления первой травилки. Дети войны могут рассказать, как убегали на фронт, боясь, что без них закончится война. Они воевали наравне со взрослыми и совершали подвиги. Дети войны и веет холодом, дети войны и пахнет голодом. Дети войны и дыбом волосы. На челках детских седые волосы. Земля омыта слезами детскими, детьми советскими и несоветскими. Какая разница, где был под немцами, вдоха улидится или освенцами. Их кровь олеет на плацах маками. Трава поникла, где дети плакали. Дети войны Боль отчаянная. И сколько надо им минут молчания. Дети войны Дети войны Смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны В сердце маленьком горе бездоны. В сердце словно отчаянный гром, Ленинградский гремит метроном, Неумолчный гремит метроном. Все эти войны... Детская искренность разливалась по всему залу, заставляя зрителей то плакать, то улыбаться, но тоже как-то печально и грустно. Каждый из родителей думал в те моменты, не дай бог пережить все это никому и никогда. Поскорее возвращался домой живым, а то мама тебя так плачет. Мы с ним очень соскучились по тебе. Я говорю, что ты солдат, тебе сердина и металя. Что ты возвращаешь нас всех от фашистов? Пойдем к тебе, твоя дочь Катя. На Федюнинских холмах тишина, Пойдем к тебе, твоя дочь Катя. Пойдем к тебе, твоя дочь Катя. Неужели вам снятся атаки, Неужели вам снятся атаки, Тех, кто с этих холмов не пришли... Ветеранов войны с каждым годом становится все меньше. Их дети уже тоже в пожилом возрасте, но весь ужас военных лет они запомнили так, как будто это было вчера. Память бывает очень немилосердна. Мне было пять лет, когда началась война. Папа ушел на фронт в 41-м году. Я помню, очень помню хорошо, как он перед отправкой на фронт посадил нас с братом на колени и горько плакал. А с мамой нас оставалось четверо. Три брата и я. Ну, было, конечно, трудно. Трудились мама с ребятами. И хозяйство держали. Корову, овечек, кур, уток. Ну и нам приходилось за ними смотреть, ухаживать. Я помню День Победы. Уже я была взросленькая. Что ликовали. Мы вывесили флаг. Только после Дня Победы, мы говорим, все идут. Приходят отцы. Мама, почему нашего папы нет? И мама сказала, что наш папа погиб. Война мне настигла, когда мне было 7 лет. Я по счету в семье 10-я была. Ну что, пошла в школу. Тетради не было. Писали на книгах. На между строк. На газетах. Между строк. Ну, карандашом между строк не напишешь. Потому что все сливалось. Чернил, как таковых, тоже не было. В Кате свечернил разводили сар. И в основном писали с теплой. Ну, одевались, конечно. Одевали было такое, что одну обувку. Сегодня один идет в школу, завтра другой. Потому что будет нечего. Это особенно в зимнее время. В школу ходили, она шила тапочки. На подошве были и веревочки, и тряпичные. А когда дождь, носила на руках. Отец погиб на фронте в 43-м году. И мои дни. Хоронка, помню, получили мама. Как это, плакала и плакала, и плакала. Жили. Ну, голодали, конечно, голодали. Кушать всегда хотелось. У нас-то было дома радио. Поэтому мы все время слушали, что и как. Что освободили, что как. Я помню, что освободили. Там ничего нет. Что слушали. Жили бедно. Есть нечего было. Я самая маленькая была. Уйдуть у всех, где, куда, кто. А я залезу на печку, на русской раньше были. Печки русские. Редном укроюсь. Говорю, господи, хоть бы кусочек хлебца Бог дал. И с этим и просыпаюсь. Ну, так и жили. А когда война кончилась, мне было 8 лет. Тоже есть нечего было. Кушать, что придется. Помаленьку хлебушка. Картошки. За плугом ходили. Собирали черную. Принесешь, нажаришь, и поешь. Кое-как, как маломат. Ну, летний период, конечно, получше было. Ягодки. Ягодки, медунки. Все исправить. Все исправить. Подарить вам беззаботное, веселое детство. К сожалению, мы не можем вам это сделать. Но подарить несколько минут радости мы можем. Сейчас для вас выступят наши дети. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Огромную работу по подготовке к празднику провел весь детский сад «Родничок». Номера учили не только воспитанники, но и взрослый состав. Разнообразная программа порадовала зрителя. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok